Христос воскресе 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 У изыщников такого нет, как 1 Коринфянам 5 глава. И вот здесь, говорит, устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христа. Наступило время. Небесные ангелы, и люди соединяются с ними. На небе перегородок не будет. Мы даже не можем представить, что Бог уготовил любящим его. Глаз не видел, ухо не слышало. И никакой поэт, писатель, философ даже умом не коснулся, что же там есть, никто не видел. Сказать нельзя. Которые обмирали, им сказано было вернуться назад, они плакали, только не возвращайте меня назад в это тело, холодное, болящее. Но Господь говорит, ваше время еще не пришло. Его время – это время распятия. Повнота времен – это принятие Христа. Труд Духа Святого начался со дня Пятидесятницы. Вот что под этим словом. И здесь ни слова не говорится о тех, которые не приняли Христа. Хотя бы их были миллиарды людей. Они вне этой главы. Сегодня они могут говорить, крещать, писать, но Слово Божие говорит под главою Христом. А они главой не считают его то пророком, то притворился там и рерихи разное. Одно. Он есть глава, есть истинный Сын Божий и истинный Бог. Второе лицо Святой Троицы. И Дух Святой благодатью Своей открывает веру. Кажется, что особенного? Я так и верил с детства. Нет, это Он открыл. Открыл глаза. Ты взглянул на этот мир неослеп от красоты Его. Открыл уши, дал сердце, разумение. Научились ходить. Это всё от Него. И вот такая полнота в церкви, сектанты её не знают. Совершенно они не знают этого. Они на первой ступеньке толкутся всю жизнь. И проповеди, самых хороших проповедников, они не могут войти в эту полноту, потому что есть благодать освящающая, которая даётся через священство. Они его не имеют. И я знаю, как они с этим не согласны. Я говорю, ну скажите, у вас такие святые были, как Антоний Великий? Всё, точка. Дальше никуда не идут. А почему не могли секты? Их там полмиллиарда уже, наверное. Не породили Иоанна Златоуста? Нет. Церковь православная, православная, вселенская. Сдала канон книг. И какие-то книги, еноха там ищут сегодня. Бред несут. И кто их примет-то? А эту полноту кто дал? Кто перевёл на русский язык? Ведь проходит уже 140 лет, и как будто сегодня перевод был. А язык-то был совсем другой. Как это может быть? Это полнота. Полнота Христова. Мы у Него, и как надо ценить вот это призвание, что мы в эту полноту вошли. Мы, без нас оно как бы и не полно было. И мы в этой полноте Вселенской Церкви, а благодатственной епископатом, священством. Это надо знать и верить. Что бы тебе ни говорили, показывали хорошее, священникам плохое, ты не знаешь ещё, что такое лишиться этого. Когда этого лишишься, как вот человек, потерявший родину. Это когда люди... Ни одного дня не были православными. Вот Питер Гилкмис пишет. Около двух тысяч сектантов пришло одновременно. И называется «Возвращение домой». Душа внутри поёт и говорит, я всё время знал, я как на чужбине нахожусь. Да ты же у них проповедовал. Проповедовал, а внутреннее чувство никто не знал. Вот это чувство возвращения на родину, возвращения в православную церковь. Отошёл. Благодарим. Но так как наследство есть дело случая, а не добродетели и выбора, то он исправляет это самое, говоря, быв предназначены к тому по определению Божию. Ибо он не предопределил бы, если бы признавал недостойным. Но всё совершающий Бог прежде нашего появления на свет уже видел нас и избрал и отделил нас для себя. Так что совершив сам наше избрание и отделение, он не ошибся. Избрание же для наследия есть дело благости, так как даётся без труда по божественной благодати. Хотя и на достойных простирается. По изволению воли своей, говорит, дабы показать, что не потому, что евреи не уверовали случайно призванные язычники, но от вечности то было предопределено, и этот совет Божий и воля его были искренни. Ибо, хотя и сказал Христос, на путь к язычникам не ходите, Матфея 10.5, и я послан только к погибшим овцам дома Израилева, Матфея 15.24, но это сказано для увещания иудеев и привлечения их, как детей, склонных к обольщению, так как поистине призвание язычников было предопределено от века. Вопросы? Да, как бы, странно, как бы, противоречие такое. Я только к погибшим овцам дома Израилева. И евреи они тоже, да, только мы, благоиспорные остальные, и горе. А здесь нам толкователь говорит, что Бог искренний, то есть, задолго до, уже в планах у него было, чтобы все его творение, включая язычников, получило наследство Садства Небесного. И Бог, он, как бы, у него свойства, ну, по-человечески так рассуждать, откуда он узнает, будет достойным человек или не будет недостойным. А искренне уже. Ну, вот, еще в ошреве Исаава возлюбил, Иакова возлюбил, Исаава видел. Как так? А вот так. Кто ты, блин, а что споришь с горшечником? Он, царь и бог, он, творец. Поэтому и другая притча, помните, одного призвал в 11, другого там в обед, третьего там уже под вечер, и в 11 уже вечером последнего там. И вот он начинает, с которых утром, мы целый день трудились, а этот всего часто и все. А что ты завидуешь, если Господь благ? Так же вот и евреев он, как бы, давно определил, а потом вот решил, как бы, еще и язычников. Ну, нет, он давно это запланировал, просто открылось все в свое время. А вот эти стихи, которые читали, вот, на путь к язычникам не ходите, это, и что я послан к погибшим, только к погибшим октам Израиля, это для увещения евреев отступивших. То есть, они еще колебались, поэтому... Идем дальше. Ефесянам 1, 12. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Толкование. Что бы, говорит, быть нам славой Его, нам, возымевшим надежду на Христа, то есть, уверовавшим во Христа, и прежде наступления будущего века, надеющимся на будущее для нас благо. «Ибо слава и похвала благости Божии в том, чтобы спасти столь отчужденных». Ефесянам 1, 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом». Толкованием. «То есть во Христе. Так и к евреям говорит. Говорил нам в Сыне». Евреям 1, 2. Называет же проповедь словом истины, в отличие от закона, бывшего прообразом и тенью, а благовествованием спасения, в отличие от закона, умерщвляющего и будущего наказания. «Ибо проповедь о первом явлении призывает ко спасению, а труба второго – наказанию». «В него», далее. «В Евангелие говорит у веров, или в него с большой буквы, во Христа. То есть благодатью Христовой у веров запечатлены, так что ясно, что вы – жребий и удел Божий. Но иудеи запечатлены были обрезанием, как бессловесный, приняв телесную печать, а мы, как сыны Божии, и запечатлены духом». С большой буквы. «Что выше плотского запечатления». Называет же его духом обетованным, или потому что по обетованию он дан. «Ибо и через Иоиля Бог обетовал, излию от Духа Моего на всякую плоть». Иоиль 2, 28. «И Христос говорит, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Деяние 1, 8. «Или потому, что обетование грядущих в блах Дух подтверждает, ибо уже тем, что он неспослан нам, дается уверенность в будущем, посему и называется залогом». Послушай, что следует далее. «Ефесянам 1, 14. «Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Толкование. «Бог» в кавычках «купил нам наше спасение и дал нам пока в залог Духа, уверяя тем, что он дарует и наследие неизреченных благ. И те, которые поистине причастны Духа, каков был, например, и Павел, отсюда уже разумеют, что он есть залог совершенного наследия. Посему-то Павел истинал и искал достигнуть совершенства и быть со Христом». Филиппийцам 1, 23. «А мы не имеем такого залога, как подобает, и не стремимся к совершенству, поскольку еще не вкусили его». Словом «удел» он обозначает Божию заботливость и попечение о нас. Посему он говорит, что сей залог ведет к совершенному избавлению и к полному нашему спасению. Для сего он и дарован. Ибо тогда наступит совершенная свобода, когда совсем уничтожится грех, когда святые освободятся от сожительства с грешниками и будут спасены и приобретены Богом, чтобы быть его народом. «А некоторые под уделом разумеют нас самих». Итак, для искупления удела, то есть нас, которые составляем достояние и стяжание Божие. Постоянно присовокупляет это, удостоверяя, что непременно исполнится обещанное. Ибо если бы ради нас делал, можно было бы еще сомневаться, но теперь, когда он намерен совершить это для проявления своей благости, кто может возразить, что не сделает? Так и Писание говорит, «Со мною же, Господи, твори ради имени Твоего». Псалом 108, 21. «И не нам, но имени Твоему дай славу». Псалом 113, 9. Вот такое толкование. Вопросы? О залоге, Игнать Тихонович, что-нибудь можете добавить? О залоге Духа Святого? Ну, залог Духа означает удостоверение. Вот первое, когда спрашиваешь, Христос явился и думал и говорит, «Примите Духа Святого». Вопрос, приняли или не приняли они? Ну, приняли. Кому простить и проститься. А теперь, говорит, ждите обитого на Духа Святого. Так а тогда что было ждать? А вот он говорит, что все это вместе взятое в этой жизни является залогом удостоверения. В залог человек что-то дает. Вот в залог. Она попросила у него, что ты со мной рассчитаешься, придешь за удовольствие, которое получил от меня. Там одна особа. Он ей отдал печать и трость. Вот как было. В залог. А потом выкупил обратно. Мы в залог тоже что-то закладываем. Иногда бывает у людей. Деньги будут, я выкуплю. Конечно, за это возьмут, как называют, там ломбард или что-то. Так вот, то, что нам Бог дал в этой жизни, вот эту радость, спасение, смысл жизни, преображение, не просто вот как у сектантов. Он был наркоман, а теперь перестал наркоманом быть. Ну, перестал еще, впал еще в большее. Отдалился от церкви. Надежды спасения никакой, может, теперь нету. То есть настолько все суженное понятие, а удел – это во Христе. Это спасение, это таинство, которое преподается через смещенство. И вот то, что мы это получили по благодати, по избранию, это говорит, что получим и остальное, то, что Он обещал в той жизни. Иду приготовить место вам. Сегодня залогом является вот эта радость во Христе, как обращаются новые души, познавшие Бога, которые глаза открылись, они всему радуются и благодарят. Эта благодать Духа открывает, Дух Святой. Дух Святой указал нам на церковь православную, где мы находимся. Да как остальные? Тебе зачем об этом рассуждать? Они возникли позже, по самохотению, по гордости человеческой. Ведь как объясняют? Ну а почему по гордости? Ты должен отмечать, не я. Ну я говорю, почему ты не православный? Так иконы, идолы. Ну ладно, у баптистов нет икон, а идолов нету. А почему ты не у баптистов-то? Почему ты адвентистом стал? Так они субботу не исполняют. Ну ты бы исполнял, но был баптистом, нет новое. Теперь суббота есть, от них опять отходят. Святой остаток называется. Худо или бедно, сегодня насчитывается около 20 тысяч разных отделений, у кого икон нету. То, что в чем обвиняют православных, нету. Ну почему? А залога нету. Они ничего не получили в этой жизни. Я близко, знаком со всеми, какие были тогда секты. Я у них жил, пил и ел, и спал, и проповедовал, будучи православным. И говорю об них не понаслышке. И скажу одно, что хорошие это люди. Все хорошие. Но хороших много в аду, как вот в фильме показывают, «Сбежавшие из ада». Там много хороших. Но не в церкви. Почему же мы не в церкви? А понятия о церкви никакого нету. А хотя Христос о церкви столько сказал, «Я создам церковь, показывают, как виноградная кисть, я, отец, виноградок». Никакого вообще понятия нет, где двое или трое. Но двое или трое выпивать собирается на вокзале бомжи. Почему ты решил, что-то не о них сказано? И вот нам он дал этот залог. И в удел мы получили благодать избрания. Избрание не только во Христе, но и познать церковь. Церковь – это тело его. Нельзя так, что я люблю голову, а тело мне не надо. А тело мы сделаем другое. Не сделаешь, оно уже было в совокупности. Но если это церковь, вы называете, и все себя церковью называют, то где вы были 200-300 лет назад? Ни одного из вас не было. В 3-м, 4-м, 5-м веке кто не так верил, как вы, что плясали, падали, пену пускали? Нету. Тут очень легко доказывать. Легко. Беснование и радость во Христе все-таки – это большая разница. И вот этот удел, который он дал, и к которому мы относимся, избранный им, это радость Божия. Радость на небе. Из всех составляется этот удел. А когда уходят люди? А их нельзя было узнать. Они были в истине, отступили. А когда узнали? Они вышли от нас, и через 100 открылось. То есть узнать очень трудно. Ходит, молится, причащается, потом раз – его нигде нету. А где ты? А я пошел к адвентистам. А вот теперь обнаружилось. Он не был. У него внутри вот эта накипь была. И это крушение шелленджера произошло. Там показано, какая была накипь и какая сбросилась. Вот и все. Это глубина. Благодарю. Толкование. Толкование. избавление. Толкование. 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 Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Толкование. О чем ты молишь и просишь за нас, дабы Бог умудрил вас? Бог же Господа нашего Иисуса, то есть с большой буквы Человека, подобного нам по плоти, Отец Славы, то есть даровавший нам великие и славные блага, ибо всегда на определенном основании именует Бог, как и в выражении Отец Милосердия и Бог всякого утешения. 2 Коринфянам 1.3 И пророк. Господи, крепость моя, щит мой. Псалом 17.2.3 Посему и здесь, так как Он даровал нам великие и славные блага, называет Его Отцом Славы, то есть Источником, ибо нельзя иначе Его называть, как самым славнейшим у нас именем. Григорий же Богослов под славой разумел божественность единородного, так что по отношению к тому же Христу, Он есть Бог и Отец. По отношению ко Христу, то есть к человечеству, Бог, а по отношению к славе, то есть к божественности, Отец, дадаст вам дар, чтобы просветиться от Духа. 1 Коринфянам 2.10 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. 1 Коринфянам 2.14 Посему, когда Дух откроет нам тайны, тогда и в познании Бога мы будем и очи наши просветятся, и не будем сомневаться и говорить, что невозможно то или другое, но будем видеть все, как есть. 1 Коринфянам 1.18 2 Коринфянам 1.18 2 Коринфянам 1.18 3 Коринфянам 1.18 «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». 3 Коринфянам 1.18 4 Коринфянам 1.18 Что же это такое? То, что говорит, мы уверовали, ибо и это требует откровения, чтобы вы яснее это поняли. Итак, что же? Разве не сознавали ефесяне, что уверовали? Конечно, сознавали, но не так, как говорит теперь. Ибо нелегко это знать, потому что нужна великая сила переубедить душу и отвратить от заблуждения. Такая нужна сила, каковой не требуется для воскрешения мертвого. Ибо мертвых одним только словом воскрешал Господь, но иудеев не убедил даже многими речами и удивительными делами. Посему и говорит, что и для этого имеем нужду в откровении духа, дабы понять, что принятие нами веры есть дело великой силы и действия Божия. И как Христа воскресил Он из мертвых, так и нас, бывших мертвыми, воздвиг от неверия. Посему и назвал это безмерным величием могущества и державой силы. Ибо когда ничего не достигли пророки и все творение, и видимое, научая своим благоустройством, и невидимое в лице наставляющих и уразумляющих ангелов, тогда неожиданно мы получили спасение. А слова «воздействовал во Христе» разумеет сказанной о человеческой природе. Ибо восставший из мертвых есть человек, хотя и был он соединен с Богом. Вопросы. Офесянам 1.20 «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Не сказал «высоко», но «превыше», чтобы указать на величайшую высоту. Ибо из крайней глубины Он возвел на самую высоту человеческую природу во Христе. Конечно, о ней говорит как об умершей и воскрешенной, так как божественная природа действительно не умирала, не воскресала и не возвышалась, как всегда бывшая, выше всякой высоты. Итак, выше всякой ангельской силы воссела прежде презренная человеческая природа. Вопросы. Эфесянам 1.21 «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем». Толкование. «Что бы то ни было, говорит, на небе оно ниже всего воспринятого и вознесенного. И Он есть всех выше. Отсюда научаемся, что есть некоторые силы, которые мы теперь и назвать не можем. Тогда же будут открыты». Эфесянам 1.22 «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего головою церкви». Толкование. «Чтобы из слов посадив превыше, ты не заключил, что Он получил только первую почесть, Он указывает, что и владыкой Его сделал над всем. И не просто починил, но отдал в полное починение под ноги Его. О чудо! И церковь посадил на том же самом троне, потому что где глава, там и тело. Слова же «выше всего» указывают на то, что главу дал мощную, которая выше всего, выше ангелов, выше архангелов». Эфесянам 1.23 «Которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». То есть о церкви идет речь. Толкование. «Чтобы ты, услышав это, не подумал, что именем главы называется какое-нибудь начальство и власть, ибо и это значение имеет слово «глава». Он говорит, что Христос есть глава церкви как тело, и также есть родин и тесно соединен. И церковь есть полнота Его, ибо как тело есть полнота головы, восполняя ее своими членами, так и церковь есть полнота Христа, наполняющего все во всем. Ибо Христос восполняется и как бы завершается всеми членами в лице всех верующих. Восполняется как бы рукой в лице милостивого человека и иным способом помогающего славу. Как бы восполняется ногой в лице человека, предпринимающего путешествия ради проповеди и презревающего своих братьев. И иным членом восполняется в другом верующем. И таким образом восполняется всеми членами в лице всех верующих. То есть через посредство всех верующих. Когда один одну, другой другую оказывает услугу. Ибо тогда становится совершенной глава наша Христос. То есть получает совершенное тело, когда мы все вместе будем соединены и тесно связаны. Вопросы. Геннадий Тихонович, первую главу закончили, есть что? Ну что заканчивать? Многое говорит о церкви. И когда приходится говорить с неправославными. Это место надо просто показывать. Посадил, и говорит, а что посадил? Церковь. А церковь без главы не бывает. И говорит, повторяю, ни разу, никогда, ни одного человека из сектантов не встречал, который бы сами объясняли о церкви. Это замазанный вопрос. Это как у православных о рождении свыше. Никогда не говорят. За тысячу лет, может, никто не говорил. Так а нынче кое-кто, пришедшие из сектантов, стали православными батюшками. И они это знают и говорят. Ну, маленько-то надо смотреть и увидеть, что... Зачем же мы потворствуем? Вот сегодня вышел, там кто-то спрашивает обо мне. Ответить-то нечего. А он отвечает. Да как это он? Каноны соблюдает? Да все. Да разве это... Это Каиафа с Анной... То есть уже я и Каиафой стал, и Анной. Понимаешь, нет? Что это означает? Страха Божия никакого нет. Каиафа и Анна соблюдали, да распяли. Ну, какое отношение это? Господь сказал, что говорят, делайте, по делам не поступайте. Ну, что, забыли или что? Какой я Каиафа? Я Христа принял. То есть он не знает, что сказать. А вот смотрите, если по канонам. А как же Ксения Петербургская-то? У ней был муж-офицер. Он погиб. А она его шинель достала, надела. И имя свое изменила. Она Андрея и пошла. Я говорю, что, реакарнация была? Душа переселилась. Ну, это дурнее не придумаешь, святая. Ну, если ей разрешено, почему не разрешено другой? А когда разрешено? Ну, а потом собрались с дедушки в клобучках. Там сидели и думали. А вначале-то они принимали. А она ночью приходила на стройку. И там она таскала кирпичи. Да какая нужна ночью-то ходить? А скрывала дело. Да какие дела? Дом строится, кирпичи носят. То есть все наигранное, фальшивое. А она надела мужскую одежду. Ну, что, анафи мои, проклятие. Кто? Мерзость перед Богом. Что, вы не считали это? 22.5. Второзаконие. Так это еще и в канонах обговорено. Нет святая. А которая нормально одевалась, святых никого нету. То есть вот посмотришь, такой бедлам, такое безобразие. И кто канонизирует и это прославляет, их просто надо сразу брать на крючок и тащить к выходу из церкви. Ну, какая полнота? Полнота церкви, которую Павел говорит. Какая она была? Какая полнота, какая-то мерзость? Она мерзость не была там. Так они не здесь только. Она на небе теперь святая. К ней идут, поклоняются. Я не против, поклоняйтесь. Ну, не надо теперь так озвучивать, что ее беззаконие, слово Божие нарушало. И ей святость анапима за это. Считай Галатом 1 глава 8-9 стих. Я не конкретно о ней говорю, чтобы не привязывались-то. Имя свое на мужское переменило. Где это видано? Ради чего? А чтобы показаться, что еродиво. Одна пришла к нашему владыке, здесь гидеон был. И, владыка, благословите, я вот хотела еродство. А зачем тебе? Ты от детства дура. Какое тебе еродство-то? Ты стопроцентная дура. Еродивая. Когда ума и так не хватает, да еще придурается, слюни по бороде пускают. Тут речь идет о церкви. Она святая и непорочная. Непорочная, это порог. Это человек вне церкви. За этим-то кроется что? А вот раньше, а вот более до 30 лет рукополагали. Да, рукополагали, пока не прошел 6-й Вселенский собор, принявший 14-15 правила. Но если ты по улице ездил, а сейчас кирпич повесили, куда ты полезешь-то? Ну, вчера можно было. Закона не было, говорит. Через закон открылся грех. Апостол Павел-то говорит, закон повелевает, а ты не делаешь. Это я сегодня только натолкнулся, и именно обо мне говорят. Обо мне, говоруны, с Украины, я ему век не нужен. Кто-то задал вопрос, он ничего не считал, не знает где-то. Это полнота церковная. То есть я уже туда не помещаюсь, он меня уже давит и топит. А что, не считал? Он говорит, нет, не считал. Так он назвал, говорит, вот его поносят, а он суперправославный. О, это что, он каноны соблюдает еще? То есть он разбойник. Он против канонов. Кто ты такой, когда 4-й Вселенский Собор, 630 епископов было? А ты перед одним на карачках стоишь. А это 630? Да сколько канонизировано было? Запросто все отметает, как будто никогда не было. Разбойники? Я отвечаю так. Пираты захватили корабль. Это церковь. И в ней есть определенное правило. Правило. Вот я на корабле работал. Топовые огни. Справа зеленый, там слева красный. Повороты, наклотики, там на Бизань-мачты какие. Все абсолютно обговорено. Как на машине ты едешь-то. Когда можно сдавать назад? Когда тронуться? Когда повернуться? В церкви Божией точно так же порядок. Церковь – это корабль. И у ней обговорено все. Ничего не слышат и не знают. А если ты исполняешь, ты каяфа. Пришло время такое. Здесь не надо дожидать, когда Антихрист придет. Вот эти Антихристы, они будут гнать тебя, и будете прославляемы Богом. Прими это как благодарение. Лишь бы он других не собращал. Но он собращает. Мне скинули и говорят, послушайте, что он говорит. Я послушал, правда. Ничего не знает и говорит. И поносит исполнение заповеди, сделалось грехом. А он разрешает, и все грешат, это святость. То есть полностью переменилось. Ты запомни, когда говоришь. Это больший вес будет иметь у тебя слова, Сергей. Кто это говорил? Дионисий Александрийский. Просто запиши себе. И Киприан Карпагенский. Состояние людей было такое, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Дионисий Александрийский. Это определенно. Можно взять даже на Иеронима Стридонского. Точно так же было. Я говорю, это правда. И сговорю, они не верят. Ставят вопросы. А Иероним Стридонский самый посчитаемый в западной церкви. Это 4 век. Он. В 420-м уже, 5 век. В 420-м. Самый посчитаемый, как у нас Иоанн Златоуст. Он Библию вульгату дал, перевел. Библию перевел. На латинский язык, который люди тогда понимали. Вот какое дело. Так что полнота церкви – это ту, которую Павел говорит. А не то, что в церкви сейчас под имен церкви всякие сектанты. Это полнота. Это не полнота. Они никакого отношения к церкви не имеют. Совершенно никакого. Связи нет. Само-правозглашенная республика. Ну все. Идем дальше. Нифисянам 2 глава. 1-й, 2-й стих. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Толкование. Выше он сказал, что Бог в нас явил ту же самую силу и действие, что и во Христе. В нем сказано, что воскресил его из мертвых и посадил его выше всех. Потом, теперь говорит и о нас. И вас, говорит, мертвых. Смертью не телесной, которая началась с Адама, но душевной, которая происходит от нас самих смертью греха, воскресил и воздвиг. Итак, той же самой силой и Господа воздвиг от телесной смерти и нас от душевной смерти греха. А изменение настроения души гораздо важнее воскресения мертвых, как и выше сказано. Мысль этого места действительно такова, что слишком растянута на слов «оживотворил со Христом». Так как много вставлено и есть повторение в словах «Бог богатый милостью». Итак, сказав, что они мертвы и показав, каким образом мертвы, именно заблуждениями и грехами, он успокаивает двояким образом словами, в которых вы некогда жили, а теперь... А не теперь. Вернее, а не теперь. И добавлением, что вследствие порабощения дьяволу вы грешили. И не от вас зависело все, а и от помощника вашего, который так сильно властвовал над вами. Вы грешили таким образом по обычаю мира сего, то есть помышляя о мирском и временном, и худо пользуясь этим веком. Ибо не век сей злой, но злоупотребление им. Он дал в руководителя, поскольку, будучи тленным и скоро приходящим, может возбуждать нас к нетленному и неизменному. А мы, предавшись целению и течению его, сделали его не руководителем, а противодействователем. Князем же, господствующим в воздухе, он называет дьявола, а не демиурга, как думают нечестивые манихеи. Князем называют потому, что люди сами себя подчинили ему и более ему служат, чем Богу. Однако такая власть его существует только в этом веке и не переходит за пределы воздуха, потому что имеет место не на небе, а под небом. Посему и Павел называет его князем, господствующим в воздухе. Не в том смысле, что он господствует над воздухом и распоряжается им, а потому, что он любит обитать в нем. Ибо дьявол, будучи духом, и живет в воздухе, как бы духи, и до ныне в нем имеет власть и силу, властвуя над теми, которые сами себя ему подчинили. А некоторые под князем, господствующим в воздухе, разумеют князя воздушных сил. Ко всему говоря, и прибавил духа, то есть князя и властителя всякого воздушного духа. Ибо после того, как он однажды садился к князем, он, по-видимому, не лишился власти и после своего падения. Не сказал принуждающего, но действующего. Отсюда ясно, что властвует над добровольно ему подчинившимися. Ибо если бы против нашей воли господствовал, то принуждал бы. А из следующего видно. Действует, говорит, в сынах противления, то есть в тех, которые не повинуются Богу, а повинуются Ему добровольно. Вопросы. Рыжка там вопросы задает, что это так громко. Вот этот у меня тоже услыхал верно. Безгласные вопросы задают, а у нас что-то тишина. Ни вопросов, ни ответов. Час прошел, у кого вопросы есть, задавайте. Можно не по теме, у кого что волнует, не стесняйтесь, спрашивайте. Накипело на баряне. А можно по теме? Конечно, можно. Вот Писание, что говорит, почему Господь допущает, что в церкви такое творится, нарушение канона? Ведь это, как бы, дает соблазн, Господь не пускает это, соблазн верующему, и неприходящее, может быть, где-то что-то догадывается, додумывается ли головой, блядя на церковь, что в ней происходит. В Писании, что об этом говорится? Почему это допущено Богом? В каком месте? Ну что, я не понял, не расслышал. Никиты-то нету, я остался один. Так что мне требуется переводчик. Сергей понял вопрос? Повтори. Или мне просто поближе сказать в микрофон? Ну давай я попробую переведу. Если я не так понял, ты только меня попрохожай. Значит, Игорь Михайлович, вопрос Лена такой задает. Вот где в Писании, в Библии говорится, для чего Бог попускает в церкви вот такие безобразия, как нарушение канонов, там, ну вот что священники неверующие. Ведь человек может же этим соблазниться. Богу же этого как бы не нужно. Ему бы, по идее, это бы наоборот, чтобы... Чтобы порядок. Чтобы порядок был, чтобы человек только взглянул, что там ним бы у всех над головами, и сразу он уверовал. Почему Бог это попускает? Действительно, соблазны люди многие спотыкают. Спасибо, Сережа. Ну, дело в том, что этот вопрос задают к более раннему периоду времени. А почему Бог допустил, чтобы на небе соблазн такой был? И третью часть увлек. Это ни один, ни два. Ангелы вчера пели хирургимские песни, а сегодня рога и копыта выросли. И хлопнулись на землю разные домовые, лешие. Еще только из них не получилось. Почему? И далее. В раю-то его не было. Один говорит, так мы бы сейчас, говорит, в раю пожевали, говорит, пиво баварское пили бы и все. Так откуда, я говорю, пиво-то получилось бы? Не было бы этого ничего. Так вот, для чего это? Что было на чем показать тебе верность Богу, борьбу. Вот если вышел человек на арену, а с той стороны никого нету, и награды никакой не будет, а ты никого не победил. И Бог дает каждому потрудиться. Некоторые были в раю, щита, Адам и Ева. У них фамилия была Божия. Божия, так фамилия их была такая. И они потеряли рай. А Ева сидел на гноище, покрытые проказы, и победил дьявола. И сердце его, как солнце, сияло через ребра, и ослепило его, говорит Иоанн Златоуст. Вот для чего это. А вот для того, что сорняки зачем на огороде растут? Дальше-то мы давайте, а зачем это вот? Да эти зачем-то, сколько будет-то? Колорадский жук. Тут мыши заедают, крысы, комары. А крокодилы и съедают человека. И скорпионы. На все вопрос один. Бог это сделал, и ты должен научиться бороться. Придумывать макцину, помогать ей укушенных, спасать, быть аккуратным, куда не надо ни лезть, и ходить в послушание. Один не пойдешь, шлеп нападет и сожрет тебя. Вот для чего. Чтобы показать пример мужества, героизма. Иоанн говорит, 3.10, туда, Господи, веди твоих героев. Героями называют верующих. А когда ничего не делают, и чего? А верующему нисколько это не помешает. Царствие Божие достичь. Воевали с Иоанном Златоустом? Воевали. И что? А мы знаем, он победитель. Павла 40 киллеров и больше. Не пить и не есть. А зачем это? Да разве это порядок? Он придумал как? Из окна в корзинке его спустили, он бежал. Он бежал. И нам показал пример. А как же, Господь, огнали Ира, чуть его не убил, было сказано ночью бежать. Таких вопросов тысячи. И ответ один. Всегда. Чтобы ты ближе прибегал к Богу, просил у Него силы, мудрости, в какую сторону направить свои стопы. Бьют в одном городе, бегите в другой. Да кому же, чтобы не били, мы только жили, и радовались, и улыбка до ушей. Нельзя. У нас должно быть испытание. А для чего тогда мороз? А для чего весна? Еще и грипп подхватишь. Но можешь же все это теперь собрать. Да мало того, еще и раковая опухоль прилепится. А вот это все из того же самого арсенала. Чтобы мы друг к другу обращались, имея нужду. Я вообще так к врачам не хожу. Но я знаю, куда обратиться. Вот у меня нынешний нога заболела, как вспыхнула вся. И меня протащили по всем анализам, на скольким людям я возвестил. А так-то бы я не пошел. А у них уже там, я стал, что ничего не делали, только анализы сняли. Рентген там, ступня на подъеме где-то. И вернулся, спрашивает, где болит. Понятия не имею, какая нога болела. Для чего? Чтобы я прошел, посвидетельствовал, встретился с профессором Дожженко. Он мне когда-то операцию делал на позвоночнике. Сфотографировались с ним. Книги у него есть, я уже подарил. Вот для чего. Мы все нуждаемся друг в друге. Сережа, я хотел сказать, что Глушков был и привез мне. Володя набрал небольшую флягу Березовки. Так что ты имей в виду для мамы, возьми там бутылку-полторашку. Она небольшая фляга-то, но все равно литров-то там 30, наверное, наберется. Я уже раздаю. Видишь как, для чего. Я нуждаюсь, Володя там помог. Володя в другом нуждается, мы ему помогли. Где-то растет картошка, где-то бананы. Кто-то портной, а кто-то может компьютер ремонтировать. И мы по неволе имеем общение друг с другом. Люди жалуются. Самое тяжелое в старости, когда ты одинок. Я только сейчас с Сергеем Парализованным там подошел, один в коляске ездит. И они с ним разговаривают. Довольно интересный разговор. И он там про меня начал задавать вопросы, а Сергей отвечает. Тем более, с Сергеем сегодня записали большой ролик. С Парализованным, с Козловым. И вот интересно. Этот, который на коляске-то ездит-то, и он говорит, тебе хорошо. Тебя окружают все время товарищи, а я один здесь. То есть, я что говорю, это подтверждается жизнью. А этот парализованный, тот на коляске, руками крутит коляску. А вот ни руки не сжимается, ничего. Все парализовано, скрючено. Вот так вот. И он несравненно счастливее. Почему? У него друзья. Свежий разум. Талантливый религиозно. Заметь, первый, который попросился в Потеряевку за очередь, чтобы быть членом Потеряевской, нашей христианской общины. Его приняли, прошло собрание, на документе печать поставили. Пока только я, как говорится, виртуально. Но при случае теперь могу и приехать, и все. Вот интересно. Парализованный. А если бы он головой-то не ударился в бревно, где бы он был? А он сколько помогал? У меня, какие люди бывают, не могут помочь что-то там. Ну, специалисты, ну, не знают. Я ему скажу, попробовать надо. Что пробовать-то? Сделал опять. На меня роботы насели, оккупировали форм. Это невозможно, сколько роботов. Я стал убирать, полторы тысячи роботов убрал только. Он сделал, милостью Божьей, вот уже недели две ни одного робота нету. А как ты смыл? Да там просто. Просто, так не могли же сделать-то. И вот я в нем нуждаюсь. Я нуждаюсь. А он, может быть, во мне когда-то понуждается. И вот так и здесь. Для славы Божьей это все, чтобы показать, какой ты верный Богу. Надеешься на благодать. Все время просишь силы у Бога. Благодатью поборать все эти недостатки. Вот для этого. Ирина. Прости, Господи, за три. Слава Иисусу. Ну, а я тогда дополню немножко вопрос еще, Данил. Ну, все же, священники же, они должны учить вере. И как человек убыт-то? Он смотрит на него, как... А совесть ему, он мне подсказывает, что не то делает. И... И Богу-то это... Зачем такая ситуация-то? Он был... Ну, ты исправляй его. Вот для этого ситуация. Все-таки это не дьявол и человек. Для чего дьявол? Я объяснил. А этот и человек. Сколько у нас было священников? И, наконец, мы добились. Сейчас у нас моченых крестят прямо в Покровском соборе. Вещь неслыханная. Они же нападали, что вы второе крещение даете. Второго нету. Уже сколько крестились? Галина у нас крестилась. Недавно человек там был, крестился. В полное погружение крестят. Моченых. Вот чудо Божие. Хорошо. Священники вообще нигде не крестили. Я бился и бился там полвека. Купели стали строить. Я никогда так вопрос не ставил. Раз есть где поприще, значит, будем трудиться, работать. Что я пойду? Где у сектантов лучше? А что там лучше? Это не корабль никакое. Самочинное сборище Дафана, Верона и Корея. Я туда никогда не пойду. Я с ними работал много лет. Достаточно бывает одного предложения, чтобы у него все рухнуло. Вот мы как раз считали, что и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Вот это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом. Когда мы считаем Откровение, 20 глава. Какое? Первая смерть была там, от первой духовной смерти, первое духовное воскресенье. Оживотворил и посадил на небесах. Вот это ответ как раз отсюда мы даем тем, которые не понимают. А второе? Второе смерть – это умерли телом. А потом второе воскресенье – телом воскреснем. И в это тело воскрешенное войдет наша же душа, а не в другое тело. В это, но только измененное, вечное, нетленное, проходящее все пространства, может, в миллион километров. Вот так будет. И хорошо, что есть такие священники, с кем можно поработать. Мы им материалы даем. И они встречаются. Вот здесь были у нас, которые приезжают по Теряевку. Смотри, как они расположены. Вы там были в храме, так как с вами фотографировался. И они слышат. А когда нас не будет, может быть, и действительно оживут и книги, и все. Вопрос должен иметь практическое разрешение его. Так, чтобы тебя задело. Если не я, то кто? Есть такое выражение. Если я, то кто? Кто? Мне Бог дал это увидеть. Я никогда не ждал, что приедет кто-то. Это, как пишет Роберту Рождественскому, у нас тут народ хороший. Вот нам бы башковитого руководителя, башковитого при том. Но он говорит, у нас на полочке они башковитые не лежат. Его поставишь, и он начинает воровать. Вы у себя там воспитывайте. Вот, пожалуйста, работа, воспитывайте. А они малолеток ставят. Там 25 лет нет, он по пенок уже стоит. Ты стой твердо за истину. И они будут к тебе обращаться. А со мной один не хотел разговаривать. Интересная небольшая история. Я могу называть его фамилией, и все. Он антропологическим музеем в Алтайском государственном университете был. Я зашел, а у него черепов человеческих, где они раскопки делали, притащили. И показывают вот этот княжеский череп. Там он какой удлиненный, его сдавливали, он так кверху тюрюком стоит. А я ему говорил, Анатолий, ты зря копаешься. Это запрещено. Где кладбище? Это Нива Господня, да суда Божьим. Но потом я долго не заходил. Прихожу и говорю, а где у вас этот? Называй его. А его, говорит, нету. А куда же он делся? О, так вы не знаете, еще с ним было. Я говорю, нет. Так он же верующим стал. Да мало того верующим, монахом стал. Вот такое дело. А потом приболел и принимает еще схимонахом. Потом он стал Авдием, Авдий. И вот интересно как. И он про меня ни разу не вспомнил, что с меня у него началось там это дело. Мне это не надо, ну, хотя бы дал знать. Проходит какое-то время, он где-то тут недалеко, в Борзовке или где, и у него храм сгорел. А тогда был Максим здесь, Дмитрий, этот, епископ-то. Он его там растрепал, пригрозил ему там и вообще лишил его места. А ко мне приезжает отец Павел Ермоленко, священник, с камня на Абди, и говорит, вот такое дело-то у Авдии у этого-то. Я говорю, ну, разрешаю ему, пусть придет, тем более я его знаю. Знаешь? Я говорю, знаю. Когда в университете работал, он там капитрой заведовал, с черепами чужими. И он пришел у меня, вот я сижу, говорю, вот здесь на стуле сидел. Что делать? Вот что делать все это? Я скажи, ты где был священником, у тебя были близкие люди, которые могли бы тебя покормить? Да, конечно. Вот с ними начинай работать. Вот возьми третий том открытым оком, образуй общину. Другого выхода у тебя нету. Никакую ипотеку не бери. Кто ипотеку берет, это безумие из безумий. Ты жидовским данником будешь. Должник делается рабом взаимодавца. И вот берут деньги по полтора миллиона. И каждый месяц они только по процентам 20 тысяч должны платить. В течение 30 лет. А что сделать таким? Я отвлекусь маленько. Ты для дома купил, да? Немедленно продай дом. Иди на вокзале живи, а деньги отдай. Чтоб сегодня прекратилось вымогательство. Это жиды присосались к тебе. И ты сам отдал себя, христианин. Да какой же ты христианин? Ты раб. Раб. Ты уже раб. И вот этому я говорю. Ты начинай работать. И когда будет община, и тогда люди... Пока собирайтесь на домах. По домам. А потом у вас будут люди, которые будут любить Бога. И тогда деньги будут и построить, и небольшую церковь. Так это выход. Потом нормальный выход. За это время сколько людей ко Христу придет, ты не будешь сидеть. Согнулся. Борода нетронутая. Рыжая такая, огненная. Такой вот есть в Игиле. Там один какой-то грузин. Грузин вроде бы. Его так и зовут Рыжая Борода. Он убивает, там головы режет всем. А этот кроткий, видно, что он хороший. Батюшка, начинай. Притом сегодня же. Где ты остановился? Чуть ли не в бане живет где-то. Ты священник, ты знай себе цену. Начинай собирать. Каждый день веди занятия, людей приглашай. У тебя будет община не та, которая была с тобой там. Достройте из камня, никто не зажжет. Ну, вот так подсказал ему, он пошел. Больше ни разу не явился. То ли помер, то ли строится все еще. А почему такое случилось? Я к чему рассказал? А вот для того, чтобы вышел к народу, начал учить. Чтобы ко мне приехал сюда. Вот так. Так что исходим из того, что есть. Другого нет. У меня... Да, у меня... Отвечу для Сергея. Здесь была, ты, может, ее не знал, Сабина Марковна. Заведующая клубом собаководства. И она нашла собаку, такая она полукровка была. Там даже меньше полукровки. Ну, а я ничего не понимаю. Я принес ей бетончик меду, там, маленько денежек. Ну, она мне отдала его. Так он, его легендой уголовного розыска считали. Легендой. В четыре месяца он такую разыкнутую работал, делал, что сегодня чемпионы России этого не сделают. В другой комнате один разбросает веревки, найдет нужную рукавицу. А потом следовую работу брал какую. И ты так же смотри на это. Я беспородный. И поэтому у меня ни семинария, ни академии нет. Но я работаю каждый день. А не знаю как, а не знаешь, молись. Прямо к Богу стучись в небесные ворота. Ежедневно, постоянно. Вот и все. Говори. Еще вопрос. А как вот она... Там вот сейчас было толкование Златоуста или Феврилак, ты, Сереж, ты сейчас читал? Толкование кого? Там вот это вот место, где написано. Духовному человеку невозможно увидеть духовность, стать духовным человеком. Душевным, душевным он. Невозможно быть духовным. Вот что мешает до рождения свыше человеку увидеть духовный мир или понять или почувствовать до рождения свыше? Только писание. И что мешает вообще? То есть вот есть люди, они душевные. Они понимают, что душевность и духовность это одно и то же. Вот как ему объяснить, что есть духовное состояние? Они говорят, что есть что-то такое, а что даже им что-то мешает. То есть вот что мешает? Грехи нажатые, незнание писания, рассуждение о мире. То есть мечтательность. Ну что мешает этому человеку? Как ему помочь? Родиться свыше. Сегодня это... Что, хотел сказать кто-то? Да, рождение свыше, да? Рождение свыше. У него все другое. Если он родился свыше, вопрос снятый. А мертвеца не научишь. Вот мертвец сидит, мы с двух сторон можем подпирать его плечом, а только отшатнулся, он упал. И он каждый день... А я не знаю, я забыл. Я не знал. Да я уже сто раз тебе, наверное, говорил, говорю. Ну, может, меньше, 99. И он не может ничего понять, почему с ним такое. Живет с тобой вместе, все. И каждый день ему замещание за замещанием. Надо бы народиться свыше. Почему? Эгоизм мешает. Все время будет оговариваться, что-то по-своему. Смирения нет. А смирение – это главная черта, которую ненавидит сатана. Родиться надо бы... Нажды греховность... А? Простите. Нажды греховность, приобретенная греховность при рождении мешает, получается. Вот говорят, у каждого душа по природе христианка. Мы говорим, какая душа? Она язычница. По природе она язычница. Она была по природе христианкой у Адама. Все. А уже от него, говорит, родился Иппа по образу подобию своему. Сегодня без благодати Божией ни шага, никуда. А он разговаривал в раю с Богом, вот как мы с вами говорим, не по интернету. Ходил и разговаривал. И от Бога спрятался. Он ощущал его, он прямо рядом был. И думал, спрятаться за кустики. Но Господь показывает, как все знающие. Тебе необходимо родиться свыше. Все творю, все новое. Тогда ты по-новому будешь смотреть. Вот сейчас, вот мне столько вопросов задают. Вот сегодня, вот завтра утром, в событиях дня я должен насчитать буду, какие сегодня вопросы были. Там о мусульманстве, как допрашивали. Я не знаю, может быть, подыскивается, но я ему ответ все равно дам. Я вот 18 лет только в одном университете вел занятия. Тысячи вопросов. Ни на один вопрос я не сказал нет или не знаю. Я его отвечаю сразу. Почему? Люди пришли не ко мне. Поэтому на первом месте, где в Библии об этом сказано. Вот моя задача. Ну, а это уже дальше дело благодати. Вот священники, когда сегодня по радио, по интернету говорят, он много говорит, а он ни разу даже Библию не откроет. Это неправильно. Правильно так вот. Сатана напал на Христа, он ему, а написано. Дальше написано. Не то, что там я такой знаток. Ну, написано, это надо знать. И три нападки, в которые включали все соблазны мира, Христос отразил, написано. И сколько раз подходит юноша, он говорит, как считаешь? Как написано? Православных, если задать вопрос, он говорит, да никак не считай, я не знаю, что там написано. А он знает. И необходимо это знать. И тогда ты будешь знать, как ему отвечать. И Бог будет открывать его душу, вплоть до помыслов. Верит он тому или не верит, или прикидывается только. Это дело Божие. И как это? Ну, не знаю, все новое творит. Новое у тебя чувство будет. Тебя не надо будет толкать. Ты сам будешь, просто будешь видеть. Другие пройдут мимо, не видят, а ты увидишь, что в тебе нуждаются. Вот он спрашивает сегодня там один. Я по скайпу сказал, заходи по скайпу. Если он не приходит, я уже под сомнение беру. Значит, он не желает. А то заходит, глазка нету, невинно. Ну, еще тролль какой-то. Тут все надо поставить на место. Живем один раз. Жизнь слишком коротка. Ее надо всю положить на алтарь Божий. А не как Островский говорил, парализованный тоже. Жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Такой человек всю жизнь блудит и нужды нету. Сколько раз сейчас умер, вот 1 апреля умер, считает, последний настоящий поэт Евтушенко. Евгений. Четвертая жена, четвертая официально. А Есенин шестая официально была, шестая. Ну и что? Ну все одно и то же. Сколько ты ни крути, сколько ничего больше нету. А почему? Ну почему, почему? Да потому что Бога не знают. Вот сейчас показывает такой-то там, этот, Лева Шанин. Я с ним встречался, стихи считал в Литературном институте, свои стихи. А он, оказывается, оставил жену, с которой прожил там почти всю жизнь. Какая-то студентка. И вот на ней женился. А потом смотрит, садовника он нанял, она с садовником с этим, а там молодой парень. А ему-то уже ничего и не надо это. И он с ней развелся и остался совершенно один. Один. Опять горе. Но не надо было туда и увлекаться, смотреть. А для Бога-то, для тебя ни возраста, ничего нету. Ты будешь Бога благодарить, души направлять к Богу. Определенно. Все новое у тебя будет. Ефрем Сирин был очень гневливый, а потом все это ушло. Ушло, потому что нежедневно трудился. Не так, я уверовал, прошло. Не прошло. Старое и новое выносит человек, так сказано. Характер остается. Но только он направлен уже на другое будет. Из сокровищницы, из сердца выносит. Но какой вопрос не задай, он всегда будет касаться священного Писания. Говорите. Спасибо, Господи. Слава, Иисусу. Слава. Слава. Сергей, у тебя вопросы есть? Микрофон включи. Наверное, уже все. Так, у нас пять минут еще есть, давайте тогда еще. Так это, Сережа, ладно тогда, о чем будем молиться? Я же прошу, что Сергей, все нормально. Нет, вопросов нет. Давайте, Гнатьев. Неприятность у нас в Потеряевке там. Северный пруд Рыжковский прорвало. Зимой бобры подкопали под плотину и под снегом, все это трехметровый слой снега, и туда они вывели. Что они там под снег-то? Ну, когда воды-то набралось много-то, а там, я говорю, вы дежурьте хотя бы в день-то. Ну, не смотрели. Она вначале-то, видимо, там пробивала, а потом пробила и понесла. И Володя пишет, ничего не можем сделать. Бьет из-под низу, а это, может быть, четыре метра глубина. Там вода-то вся уходит. И они опять ее, где она бьет из-под низу-то, они теперь вдоль насыпи этой, плотины-то, теперь рубят туда, она мерзлась, земля-то, рубят и рубят. Там траншеют уже три метра-то. И они там-то, когда тут бобры, везде бобры, напали на нас бобры, огромные норы такие, ничего не могут сделать-то. Вот. И они туда мешки с глиной набирают, и мешки туда. И мешок этот, такой напор воды, его через всю плотину и туда, с той стороны, внизу выбросило. Они не могут остановиться. Это был бы лучший пруд, самый глубокий. Там бы были у них, не так, что мальков привезли, а осенью уже выловили. А то, карп, он рос бы несколько лет, и ничего не могли сделать, вода уходит. И что делать? Только одно. Одно, звать охотникам, чтобы переловили их, и тогда... Я-то радовался, их никогда раньше там не было, бобров. Такие они труженики. Ну, я знал, что они портят плотины, я знал. Но у нас высокие берега, я посчитал, и правда, они норы наделали там под храм туда дальше, на том, где храм стоит-то. Прям норы, норы. Ну, плотина как будто бы в двух местах тронули-то. Я думал, ну, вода будет подниматься выше, у них там хватит места. Нет, они именно плотину берут. Видимо, она более слабая, легче ее. И вот так они и сделают. Нам ничего не сделать. Они все пруды наши нарушили. Пробили. И теперь, теперь они уже у нас не на почете. Кому-то скажем. От них очень дорогой мех, и мясо едят, это как андатра. Я сказал батюшке, скажи там, какие охотники в соседней деревне-то, они с радостью придут. Но у нас ничего не получится. Озеро ушло, озеро. Большое озеро. Оно разлилось. Где мы с тобой-то ловили, там, помнишь, этой сеткой-то? Вы с Никитой тянули, там, по колено в грязи. А выше этого еще бы на три метра было. Даже больше, чем на три. Ну, ты не видел, разве там насыпь какую сделали? И там мы слив сделали. Поднимать уровень воды. Огромные деньги вложил я туда. Ну, люди помогали. И нынче опять придется бульдозер нанимать. Опять тысяч двести надо готовить. Вот такая, брат, история. Помолились, чтобы об этом. Чтобы Господь как-то разрешил это. Мы желаем добро. Ничего тут у нас плохого нету. Ну, вот, напасть такая. Где-то можно потравить колорадского жука. А с этим что сделаешь? Он под водой. На глубине. И там роет. Ну, их как вообще ловят-то? Ну, как ловят-то? Капканы ставят. Ну, летом, когда там, летом. А тут-то лед. А подо льдом. Где-то даже раздолбил. А где? Нора-то ниже на два метра льда. А там вода уже... Там никак. Ну, я видел как. Там финны другие. Они луки, луки. И они стрелами стреляют. Стрелами. Бесшумно. Ну, а тут ничего не сделаешь. Надо из ружья просто его приложиться и... Всё, благословить его и в карман. Большая для меня это неприятность. Ты знаешь, там я сколько возился и... Один я там... Семь прудов. Из них четыре почти перепортили. Как бы барсук, его собакой нужно взять, а бобра-то его... Бобра никак не возьмёшь. Никак. Он нырнул и под водой плывёт. Они строят плотины из деревьев. А у нас, наоборот, плотину разрушают. У нас вода готовая. Зачем он роет? Там кусты были, деревья. Они всё спиливают зубами. Они у них зубы всё время растут. А у тех кто-то в прошлый год упирался, доказывал, что бобёр он никогда не будет плотину рушить. А кто доказывал? Да я не помню теперь кто. Я не слышал такого. Уже в прошлом году много было в них. И в храмовом пруду, и в этом пруду. До середины они доходили, плотины, и поднимали кверху. Но чтобы насквозь ни одной норы не было. Вот о чём думали. А тут, видимо, он насквозь пробил насквозь. Они насквозь, мям, мне говорили, они насквозь никогда не роют. Вот такое дело. Они знают, что столько воды было. И просто они там нароют не насквозь. Они до середины доходят, дальше там гнездо делают, поднимаются. И на этом месте находили, их там всё забутили. А теперь они сделали насквозь, видно. Ну и такая беда. Ну а им что, задыхаться они, наверное, насквозь и прорыли их, я думаю. Ну ничего не сделать. Чтоб помолились об этом. Господь умудрил нас. Опыта у нас нету борьбы с ними. Помолимся? Давай, помоли. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Помоги его мудрее. Молитесь и молитесь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ